Партнер рубрики «Тема дня», сеть магазинов обуви для всей семьи, «Каприз» и «Каприз Калор». Храброво для храбрых. Публикации с таким хэштегом стали появляться в социальных сетях во второй половине субботы. Около сотни калининградцев не могли вылететь на отдых в Тунис. Причем ни о сроках, ни о причинах задержки рейсов им долго не сообщали. Несладко пришлось и тем, кто в эти минуты ждал отправления из Инфиды. Это ад. Сутки не могли вылететь из Туниса. Все кормили обещаниями с 4 утра 8 июля. У нас женщина из Челябинска слезно просила подгузник для ребенка, так как все было сдано в багаж. И она не думала, что так долго будут тут торчать. А из окошка виден самолет «Азура», у которого крутился один движок, второй не крутился. Челябинцы рассказали, что их в пятницу после большой задержки в этот самолет погрузили. Два часа промурыжили без кондера. Людям стало плохо. Всех выгрузили. Среди натерпевшихся туристов были и те, кто покупал путевки в клубе путешествий Светланы Аксеновой. Директор рассказывает, что ситуация неприятная, но для туризма не чрезвычайная. Последний раз такой случай в Калининграде был три года назад. Безопасность важнее в любом случае. Есть аэропортовые службы, которые, допустим, не отпускают. Они приедут, просто напишут заявление, просим вернуть за неиспользованный день в отеле стоимость проживания. И не авиакомпания, а оператор рассчитает все. И нам вернут на счет, а мы отдадим туристам. По срокам около 10 дней. Руководитель турагентства называет убытки своей компании и отдыхающих скорее эмоциональными. Возмещение морального ущерба можно потребовать от авиакомпании через суд. Правда, в России он в таких случаях составляет примерно полторы тысячи рублей. А юристы рассказывают, все зафиксированные неудобства могут немного увеличить эту выплату. Так что теснота и отсутствие мест в Храброво даже сыграли бы на выгоду. К слову, по воздушному кодексу, если рейс внутренний, за каждый час задержки положена выплата в 25 рублей. Если рейс международный, там штрафы, соответственно, выше. То есть там за каждый час уже 20 евро полагается штраф. Но обращение происходит, чтобы обратиться или подать суд на авиакомпанию, нужно найти ее местонахождение. Если нет представительства авиакомпании в Калининграде, ну может быть оно есть в Москве. Либо тогда уж придется подавать там, где она находится, если это иностранная компания. По закону, авиакомпания должна возместить все расходы, связанные с многочасовой задержкой. Это, например, такси до дома, обед в аэропорту или когда турист вынужден был купить лекарство, если ему стало плохо во время ожидания. 99-й пункт федеральных авиационных правил четко предусматривает, как авиакомпании должны компенсировать своим пассажирам неудобства, связанные с задержкой рейса. Если вылет откладывается на 2 часа, вы вправе рассчитывать на прохладительные напитки и 2 телефонных звонка. Если рейс задерживается на 4 часа, то вам должны предоставить горячее питание. А если вы не можете вылететь в течение 8 часов днем и 6 часов ночью, то вам должны предоставить гостиницу и автобус до нее. Кстати, по закону вас не могут селить с незнакомыми людьми. Чтобы обратиться в суд, туристу нужно сохранить билет, посадочный талон и отметку о дате и времени вылета. Катерина Брюнюк, Екатерина Калинченко, служба новостей, город. Партнер рубрики «Тема дня», сеть магазинов обуви для всей семьи, «Каприз» и «Каприз Калор».